здравствуйте дорогие друзья осенью и зимой комнатные цветы выглядят не лучшим образом и мы все делаем для того чтобы как-то их реанимировать или пересадить или обрезать или еще что-то при этом очень часто мы убираем старую землю с корней и пересаживаем совсем свежий грунт и остается очень много вот этой почвы а собственно говоря мы всегда старались ведь достаточно качественный грунт покупать и ну да в нем уже практически не осталось питательных веществ но он все равно рыхлый он нормальный вот посмотрите какой огромный у меня таз этой отработанной земли да и садовода цветовода спрашивают вот нельзя ли как-то этот грунт повторно использовать ведь жалко же просто его выбросить да можно этот грунт обогатить какими-то питательными веществами и он снова будет пригоден для посадки туда растений я уже опробовала один очень простой метод и вам сейчас расскажу достаточно в этот грунт добавить наше волшебное средство о котором мы много-много раз уже говорили это почво улучшитель вот смотрите он сейчас продается вот таких баночках почво улучшитель реосил смотрите чтобы это было написано на упаковочке потому что производители оказывается разные вот почво улучшитель реосил он очень качественный он очень эффективный и действительно возвращает плодородие почвы вот еще есть таких упаковочках в черных пакетиках и вот посмотрите здесь даже нарисована вот такая картиночка что было до и что стало после того как мы вносим этот почво улучшитель вот я сейчас заговорила о комнатных цветах а пересадки о том что вот почва истощается в горшке но ведь то же самое у нас происходит и в теплицах особенно если мы из года в год там одни и те же культуры выращиваем да потому что нам все говорят про севооборот что надо менять культуры почему потому что вот как каждый человек любит что-то одно да и это любимое он всегда и потребляет вот тоже так же и растения они берут из почвы одни и те же питательные вещества которые нравятся и вот представьте помидорки у вас сидят и кушает уже все то что им по вкусу и уже там этого вкусного для них не остается если вы будете выращивать другие культуры уже будет лучше но иногда мы не можем осуществить вот эту смену грунта что нужно делать каким-то образом обогащать возвращать питание да вот один из способов это добавить в этот отработанный грунт почво улучшитель почему да потому что почво улучшитель очень эффективные средства и расход там минимальный за счет чего происходит вот это волшебное действие там гуминовые кислоты дорогие друзья и обращаю внимание не гуматы не какие-то минеральные удобрения это все натуральные а именно гуминовые кислоты гуминовые кислоты они есть в природе и больше всего их именно на плодородных таких тучных землях вот чем больше этих гуминовых кислот чем тем выше плодородие и по сути дела мы сейчас с вами эти гуминовые кислоты вернем сюда и у нас почва будет совершенно другая почему вот так происходит возвращение этого плодородия да потому что вот эти гуминовые вещества они способны те питательные вещества которые остались в этой почве сделать опять доступными растениями растениям а потому что вот смотрите поливаем мы жесткой водой иногда применяем для комнатных растений какие-то меня минеральные удобрения все это меняет структуру и свойства почвы и вот если у нас избыток минеральных удобрений почва там закисляется если наоборот у нас постоянный полив идет жесткой водой тоже там некоторые вещества превращается в недоступное соединение вот а вот эти гуминовые кислоты они эти вещества все превращают в лес в легко доступную форму и так как нужно поступать вот смотрите вот сколько у меня здесь грунт это больше ведра и какие нормы буквально всего одну две столовых ложки на 5 литров грунта но вот тут больше ведра вот я могу добавить здесь 4 столовых ложки потому что все еще зависит от степени этого грунта насколько он истощенный да вот здесь были растения которые очень давно у меня не пересаживались собственно говоря даже не у меня мне отдали растение при переезде и там вообще такой был грунт вот ну прям скоксованный какой-то да да он вот я его разрыхлила уже он более-менее суп суп учию структуру получил но он как песок тем не менее можно здесь после того как я внесу почву улучшитель выращивать какие-то растения ну может быть не такие прихотливые да что там можно посадить это хлорофитум это традесканция это бальзамины вот они не любят когда много питания в бальзаминах и тогда они очень хорошо цветут такие пышненькие прям если питание много наоборот идет жирование и бальзамин дает одни листья цветов нет то же самое с бегонии всегда цветущий даже пеларгонии можно посадить у нее тоже такое свойство если питания много то она вот прям вся в листьях стоит от цветочков нет вот мы сейчас этим и займемся посмотрите вот здесь даже неудобно размешивать поэтому я вот сюда вот вот насыплю этот грунт отработанный как я сказал тут между прочим еще и корешки даже попадаются растения тех которые я пересаживала да и вот что делают эти еще гуминовые кислоты допомогают вот видите какие куски там еще не разбиты помогают этим органическим остатком растительным быстрее разлагаться и опять же они же превращаются в гумус то есть видите такой комплексное воздействие еще гуминовые кислоты что делают они улучшают среду для наших полезных микроорганизмов для полезных грибов для бактерий которые опять же улучшают жизнь наших растений вот сколько всего положительного ну и еще вот для наглядности посмотрите вот здесь у меня была глаксиния посажена я пересаживаю их каждый год старый грунт полностью убираю и вот видите у меня росточек уже появился это значит что я сейчас эту глаксинию должна отсюда взять и вот эту всю земельку убрать и стряхнуть нее посадить в новый грунт сейчас я это и сделаю вот посмотрите я беру отсюда он даже у меня еще и дренаж остался мы сейчас дренаж уберем он нам не нужен а вот это вся отработанная земля она как раз у нас сейчас тазик сюда пойдет и мы добавим почво улучшитель с этим почво улучшителем все очень хорошо растет цветет проверено в прошлом году мы сажали с вами ролик об этом есть георгины шикарные были я вносила этот почво улучшитель под рассаду перцы сажала огурчики сажала с почво улучшителем я очень довольна урожаем ну вот не будем больше обдирать собственно говоря понятно да сейчас я еще выберу отсюда вот остатки дренажа и внесу почво улучшитель посмотрите вот такой порошочек темного цвета и мы вносим его практически и не видно на этой почве но иногда бывает очень хорошо заметно когда почва какая-то вот вообще серая такая видно что она уже отработанная да мы вносим туда почво улучшитель через некоторое время вот даже цвет этой почвы меняется понятно что тут каких-то пол ложки этого почво улучшителя не окрасит да но вот именно меняется структура почвы вот мне кажется действительно на самом деле волшебство и так пол ложечки мы бы буквально вот сюда вносим потому что ну я не знаю 3 литра 3 наверное да еще чуть-чуть вот так вот вот и начинаем смешивать и дальше мы посадим туда традесканцию у меня есть вот такие вот черенки вот я их нарезала сейчас моего уже растения который надо омолаживать и эту традесканцию мы посадим вот в эту почву хорошенечко размешиваем ничего больше я сюда не добавляю один почво улучшитель поверьте этого будет достаточно вообще на упаковках написано что приравнивается к навозу по эффективности да вот реально это так дорогие друзья потому что первый раз когда я по незнанию еще не было у меня опыта работы с этим пол почво улучшителя я его вносила под подо все буквально да и вот под томаты внесла по той норме которые в принципе написано на упаковочке как они у меня пошли в рост это вообще был чудо какое-то вот действительно как будто под него под них под эти томаты навоз добавили и точно так же с гераниями у меня было поэтому вот я рекомендую если вы под томаты используете почво улучшитель половину и даже дозу берите чтобы не дай бог они у вас не жировали опять же все зависит от структуры вашей собственной почвы да если она у вас достаточно плодородной то действительно можно прям чуть-чуть и тогда вот и будут все эти прекрасные действия этого почво улучшителя и так наши череночки есть горшочек мы уже подготовили я туда дренаж положила и насыпаем вот эту почву которую мы смешали с почво улучшителем она видеть такая прям сухая пылит то есть это реально вот такая уже которая отслужила и казалось бы ее только выбросить нет мы сейчас с ней все будем делать вот хорошо листочки нижние мы убираем немножечко подрезаем лишнее вот так вот и вот такие череночки мы сажаем делаем пальчиком углубление закапываем вот один черенок есть вот второй черенок есть можно достаточно большие черенки видите какие я взяла и они отлично приживутся ну просто вы знаете сами да что трудосканцы очень очень неприхотлива вот так мы немножечко вертикальный поставим и сейчас накроем пакетом и там у нас будет очень хорошее укоренение естественно надо полить поливаем достаточно обильно потому что уж очень сухая почва а сверху еще вот сухой этой же землей и присыпем как еще можно делать дорогие друзья если у вас какое-то растение очень большое и пересаживать вам его тяжело или не хочется что можно в этом случае сделать из этого большого горшка вы снимаете верхний слой почвы но я не знаю совочком каким-то ложкой там чем угодно верхний слой почвы снимаете подсыпаете туда вот этот почвы улучшитель и насыпаете либо другого грунта либо возвращаете опять ту землю которую вы сняли опять же повторюсь что плодородие у почвы возвращается а если вы используете какие-то удобрения то тоже дозу можно снижать потому что вот с этими гуминовыми кислотами повышается процент усвоения всех питательных веществ если минеральные вещества у нас обычно усваивается на 25-30 процентов не больше то вот когда присутствуют гуминовые кислоты усвояемость повышается до 85 даже 90 процентов видите то есть вы экономите в дальнейшем еще и на удобрения ну вот у нас впиталась водишка который мы полили все посадку у нас произошла и теперь как я говорила спицы мы ставим и пакет вот у меня такие спицы уже они такие ржавенькие я их именно для укоренения такого и использую пакетик надеваем чтобы у нас не было испарения вот смотрите мы повторно использовали вот этот отработанный грунт смешанный почво улучшительным если у кого такие запасы грунта есть и вы не знали куда его приспособить и вроде бы выбросить жалко да ну и что-то тоже стоит и место занимает вот видите как можно интересно его исправить и интересно его использовать желаю всем чтобы у вас под рукой были такие волшебные средства в магазинах они сейчас продаются или если у кого-то нет рядом хороших магазинов можно выписать по почте смотрите здесь вот два типа этого почво улучшителя один называется для восстановления плодородия почвы что собственно мы с вами делали да сейчас а другой называется для органического земледелия почему для органического да потому что вот с помощью этого замечательного почво улучшителя можно получать экологически чистые плоды и поверьте вот с внесением только одного этого почво улучшителя без минеральных удобрений можно вырастить прекрасные растения прекрасный урожай всем желаю хороших красивых растений и на подоконниках и в ваших теплицах